Добрый день дорогие друзья! Несмотря на то, что я уже много говорил о причинах повышения артериального давления, тем не менее люди все равно задают постоянно один и тот же вопрос, а почему повышается давление? Кстати, на эту тему у меня в школе здоровья есть вебинар, вы можете по ссылочке под видео пройти на этот вебинар и посмотреть, там я рассказываю все еще более подробно. Первое, самое главное, опять-таки повторюсь, повторю то, что я всегда говорю, основная причина повышения давления это недостаточность кровоснабжения головного мозга. Почему это происходит? Потому что передавливаются артерии, которые кровоснабжают головной мозг на уровне шеи. Ну вы знаете, ни для кого не секрет, что с течением времени мы накапливаем постепенно напряжение в своих мышцах. И мышцы шеи не являются исключением, они тоже в течение жизни накапливают в себе напряжения. А поскольку артерии, которые кровоснабжают головной мозг, проходят через шею, то естественно, что эти артерии тоже вот этими перенапряженными мышцами передавливаются. Ну а дальше физика элементарно. То есть раньше за сосуд такого диаметра, например, проходило определенное количество крови. А сосуд сдавился и стал меньше диаметром. Что нужно сделать, чтобы через сосуд меньшего диаметра за единицу времени проходило столько же крови, как раньше через сосуд большего диаметра? Нужно поднять давление в этой системе. То есть повысить артериальное давление. Организм это и делает. Поскольку врачи не понимают и делают вид, медицина делает вид, что не знает, откуда повышается давление. Почему я говорю, что медицина делает вид? Потому что вот то, что я вам сейчас рассказываю, я не сам придумал. Я это прочитал в работах физиологов. То есть в работах физиологов это есть, а медиков этому никто не учит. Понимаете, как интересно? То есть система медицинская не заинтересована в том, чтобы врачи могли вылечить давление. Потому что, чтобы вылечить давление, нужно понимать вообще, откуда и почему это все происходит. А у нас даже классификация повышения давления, так называемый сейчас артериальная гипертензия назвали эту. Раньше было артериальная гипертония, артериальная гипертония или повышение давления или гипертоническая болезнь. А сейчас назвали артериальная гипертензия. Но вот классификация, даже в классификации артериальной гипертензии написано 95 процентов эссенциальная артериальная гипертензия. Эссенциальная в переводе с латинского неизвестно откуда взявшаяся. Вот. То есть врачу сразу говорят мы не знаем и ты тоже дурак не будешь знать откуда это все берется. Поэтому лечится соответственно симптоматически. Симптоматически это как? А это значит понижением давления. А если повышение давления является компенсацией, то есть компенсаторной реакцией на то, чтобы хватало хоть как-то попытаться достаточное количество крови в головной мозг пустить, то как только у нас снижается давление, вы эту компенсацию декомпенсируете, убираете. Что вы получаете? Правильно, вы получаете острую недостаточность кровоснабжения головного мозга. ОНМК или по-другому инсульт. Вот к чему ведет наше лечение, врачебное лечение повышенной артериальной, повышенного артериального давления. А их так учат, они не виноваты и врачи не понимают, что они творят. Они не понимают откуда потом у людей после их лечения на фоне приема гипотензивных средств, которые снижают давление. Мы сказали повышение давления, это компенсаторная реакция. А они назначают таблетки, которые снижают давление. Что будет? Будет декомпенсация. Это и получаем. Поэтому сейчас сплошняком одни инсульты идут. Сплошняком. Вот что делает наша современная медицина. Это во всем мире так. Это общий подход медицины к проблеме повышения артериального давления. И еще раз говорю, что это неизвестно откуда берется давление. Все давным-давно изучено. Скажите, что это случайно. Давайте вместе смеяться. Так вот, это основная причина повышения артериального давления. Это недостаточный приток крови к головному мозгу. Могут быть еще причины? Могут. Потому что понятно, что если есть общий в целом недостаточный приток крови к головному мозгу, то это будет как бы более или менее постоянная симптоматика. Да, то есть давление будет держаться всегда и постоянно на каких-то повышенных цифрах. Бывают временные скачки давления. Ну, например, давление, вот человек просыпается с давлением, там, с очень высоким давлением. Два-три часа проходит, давление нормализуется или, во всяком случае, существенно уменьшается. Бывает такое? Бывает. И тоже нередко. С чем это связано? А это может быть связано с каким-то меридианным дисбалансом. Потому что у нас энергия, как вы знаете, распределяется и потекает по меридианам, по определенным. И когда нарушаются какие-то вот меридианные дела, тоже могут быть вот такие вот вот скачки, временные скачки давления. Тоже люди нередко обращаются с такими проблемами. Но для того, чтобы исправить эти проблемы, нужно обратиться как у пунктуристу. Вот так заочно я тоже здесь ничем не помогу. То есть нужно посмотреть, протестировать, какие проблемы, в каком меридиане и, соответственно, их убрать тогда. Вот как решается данная проблема. Первый вариант, как я сказал, напряжение мышц шеи, передавливание сосудов, соответственно, решается путем расслабления этих самых мышц шеи. Теперь еще такой есть нюанс. Давление, как вы знаете, имеет две цифры. Верхнее давление и нижнее давление. Верхнее давление определяется силой сокращения сердечной мышцы. То есть если повышается именно верхнее давление, это показатель силы сокращения сердечной мышцы. А если оно понижается, это показатель слабости сокращения силы сердечной мышцы. Если нижнее давление, то нижнее давление определяется тонусом сосудов. Соответственно, высокое нижнее давление это показатель спазмированных сосудов низкое давление нижняя это показатель расширенности расслабленности сосудистой стенки вот как вы можете примерно сориентироваться в причинах еще да есть такой нюанс когда человек дает повышенную физическую нагрузку то при этом разница между верхним и нижним давлением увеличивается почему потому что силы сокращения усиливается увеличивается сердечной мышцы потому что нужно много работающих мышц и нужно их все кровоснабжать соответственно сердце работает сильнее а нижнее давление падает то есть сосуды расширяются почему по той же самой причине потому что нужно улучшить кровоснабжение работающих мышц вот то есть вот такой нюанс есть равно как бывает что наоборот но часто люди задают вопрос верхнее давление невысокое да но увеличивается количество сердечных сокращений а что это и почему это а элементарно просто потому что если верхнее давление не высокая низкая это показатель слабости сокращения мышцы но количество крови то который требуется телу она никто не уменьшал она остается прежним а за единицу за одно сокращение мышцы сердца выбрасывает крови меньше потому что она стала она стала слабым соответственно для того чтобы как как-то компенсировать чтобы объем крови протекающей остался прежним сердце вынуждено учащать ритм да то есть учащать частоту сердечных сокращений вот тогда будет частый пульс при невысоком давлении это тоже вот показатель уже слабости сердечной мышцы что в такой ситуации надо делать такой ситуации нужно начинать заняться тренировкой сердечной мышцы то есть давать постихонечку расширять физическую активность заставлять сердце работать давление когда сосудистая зависит часто от стрессов почему потому что помните мы говорили что при стрессах идет активация парасимпатической нервной системы а парасимпатическая нервная система как раз вызывает сжатие сосудов давление при этом нижнее тоже повышается да а избыточная активность симпатической системы наоборот расширяет сосуды нижнее давление падает вот соответственно если есть проблемы с нижним давлением это показатель определенного дисбаланса между энергиями ян и и да потому что мы говорили что инская энергия полный аналог парасимпатической системы а янская энергия это аналог симпатической нервной системы соответственно если вот здесь проблему а слишком высокая или слишком низкая нижнее давление да то соответственно нужно проводить балансировку энергетики энергетики то есть и и я вот дорогие друзья как вообще все устроено я хочу чтобы вы сами понимали вот и сами вот это все делали регулировали потому что если вы будете обращаться к врачам врачей как я уже объяснил никто на самом деле не учит тому как оно есть все их учат только назначать гипотензивные средства а гипотензивные средства к сожалению обладают одним очень нехорошим действием они при длительном употреблении ослабляют мышцу сердца почему потому что само гипотензивное действие этих таблеток основана на том что они оказывают расслабляющее действие на мышцу сердца соответственно после несколько лет приема гипотензивных препаратов и у вас будет дистрофия миокарда что зачастую и бывает а потом когда вы уже придете в очередной раз с этой проблемой к кардиологу скажу батенька где же вы раньше то были вот у вас уже дистрофия миокарда как же вы себя довели а довели себя не выдавили вы себя довели только тем что выходили к этому кардиологу назначал эти средства которые расслабляют сердце именно вот ваш кардиолог вот к сожалению как устроена наша медицинская система и как она но не буду говорить это слово в общем делает людям хуже путем если человек обращается по поводу повышения артериального давления так что спасайте себя сами дорогие друзья будьте здоровы и всего вам доброго переходите по ссылке в описании под этим видео чтобы записаться на бесплатный вебинар на котором вы узнаете всю правду о болезнях и научитесь самостоятельно с ними справляться о самых целеустремленных готовых взять ответственность за свое здоровье в свои собственные руки я приглашаю в клуб школы здоровья на котором я научу вас справляться со своими заболеваниями если вам было полезно это видео я прошу вас поставить лайк потому что тогда и другие люди будут его видеть больше а также подписывайтесь на канал здесь я несколько раз в неделю рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления своего здоровья